Общежитие ДСЛ С первыми поселениями в общежитии Московского университета, место в общежитии предоставляется студентам, имеющим постоянную регистрацию, далее пятой зоны Московской железной дороги, то есть начиная с шестой зоны Московской области и во всех остальных регионах России. С первыми поселениями в общежитии. Комнатка, душ и туалет. И соответственно в коридоре обустроено такое кухонное место, там есть индукционная плита. Также в комнате установлен холодильник. Университет очень старается, чтобы комнаты были в хорошем состоянии, особенно для поселения первокурсников. Если речь будет идти о общежитии ДСЛ, то это двух- или трехместные комнаты. Других вариантов там среди выделенных в факультету комнат нет. И мы конечно стараемся учитывать пожелания первокурсников, если они уже знают кого-то со своего курса и нам заранее сообщают, что хотели бы с таким-то или таким-то вместе проживать. Мы стараемся это учитывать. В общежитии есть столовая, я там был два раза. В общем-то вполне качество меня устроило. Помимо столовой в общежитии также есть места проведения массовых мероприятий, читальные залы и тренажерный зал. Все общежития Московского университета находятся под охраной. Пройти в общежитии можно только при предъявлении пропуска проживающего общежития или пропуска сотрудника. Если проживающий хотел бы привезти к себе в гости, кого-то знакомого или родственника, он спускается в бюро пропусков, пишет там заявление, установлю образца. И этот гость, показывая свое удостоверение личности, паспорт, получает разовый пропуск, который действует в течение дня до 23 часов. Ну, конечно, сейчас в связи с эпидемиологической обстановкой посещение общежития невозможно, но мы надеемся, что скоро этот период нашей жизни закончится и снова можно будет в общежитии к гостям приходить. Вся территория университета на Воробьевых горах расположена между станцией метро университета и Ломоносский проспект. Соответственно, и от той, и от другой можно в любую часть университетского кампуса пройти пешком. От общежития до здания, где располагаются аудиторные помещения факультета и учебная часть деканат, идти минут 10-12. Актуальная информация насчет порядка заселения в общежитии будет размещена на сайте факультета в разделе «Поступающим». В общежитии действует организация, представляющая интересы учащихся – студенческий комитет. По всем вопросам можно обращаться к совместителю декана по работе в общежитиях Бензилюку Егору Николаевичу и председателю студенческого комитета факультета Тишкину Герману Васильевичу.